Добровольные стражи порядка. В регионе больше трех тысяч человек состоят в рядах народных дружин. Они совместно с ППС патрулируют улицы, помогают участковым, охраняют курян во время массовых мероприятий. На семинаре в Доме Советов говорили о достижениях и проблемах. В первую очередь специалистов беспокоят случаи, когда к работе ДНД относятся формально. В Курской области 314 народных дружин. С их участием удалось раскрыть почти 150 преступлений. Увеличилось и число административных протоколов, составленных благодаря совместным действиям полицейских и добровольцев. Тем не менее, в МВД уверены, результаты могут быть лучше. Для этого налажен обмен опытом, проводятся конкурсы. В прошлом году такой конкурс состоялся в ноябре, и победителями у нас были признаны дружины из Курчатова, Железногорска. Были определены лучшие дружинники, которым по итогам анализа были вручены денежные премии. Это 25 тысяч. Это лучшему дружиннику Курской области 15-10. Важный вопрос – поддержка дружинников. Охрана порядка ведется на добровольных началах, а значит, труд не оплачивается. В Железногорске предоставляют право бесплатного посещения физкультурных комплексов, то есть фитнес-центров. Помимо этого, в ряде муниципалитетов и на предприятиях предоставляют дополнительные дни к отпуску, где-то налоговые льготы. Есть и другие меры поддержки, например, выплаты в случае причинения вреда здоровью при охране общественного порядка. Эта норма закреплена областным законодательством.